Моб.UA Если кто еще не слышал об этой игре, в чем я лично сомневаюсь, то я вкратце расскажу о ней. Главная цель игры не только выживать, но и творить. Притом мало просто добывать ресурсы, нужно еще и крафтить. То есть при соединении определенных простых ресурсов получается что-то покруче. И рецептов крафта здесь сотни. Что касается геймплея, я почти уверен, что если ты зритель и не видел террарию раньше, то уж точно видел Майнкрафт и знаешь, что это такое. Так вот, террария это то же самое, только в 2D. То есть это получается что-то вроде платформера с приятной пиксельной графикой. Вообще-то люблю я платформеры с пиксельной графикой, даже если там нельзя крафтить и копать. Здесь время разделено на день и ночь, при том днем все няшно и спокойно, а вот ночью начинают вылазить всякие монстры, вроде летающих глаз и прочих симпатяк. Так что тактика игры в принципе понятна, днем добывать ресурсы, а ночью прятаться в уютненьком и светлом домике. Ну или брать оружие и выйти воевать на свой страх и риск. Кроме того, в сравнении с тем же Майнкрафтом здесь есть интересная фишка. Здесь нет мультиплеера, зато есть NPC. Когда ты построишь дом, ну или целую деревню, или вообще что-то там строил, со временем туда заселяются всякие чуваки. Днем они гуляют, а вот ночью благоразумно сидят по домам. Ну а что касается порта игры под андроид, это вполне качественный и хороший продукт, который после переноса остался вполне полноценной игрой. Управление происходит с помощью двух джойстиков, расположенных в левом и правом углу экрана. Все просто и понятно, и в принципе так же удобно, как и играть с компа. Давай подводить итоги. Террария замечательная, красивая игра с практически полной свободой действий. Ты можешь менять облик мира, сражаться с монстрами и даже с огромными боссами, крафтить и строить все, что угодно, насколько хватит фантазии. Я очень рад, что теперь в нее можно поиграть и на андроид устройствах. Короче говоря, играем все. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лойсы и комментируй. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok